Артём любит умный бокс. Ему неинтересно просто наносить удары и обмениваться, но это здорово. Сахак, Парпарян, он лишь сражается, просто выходит на ринг и бьется. Ну, Артём имеет некую тактику на этот поединок, но это секрет. Мне нравится боксировать так, как он работает, потому что это не по-бойцовски. И нужно быть хорошим атлетом. Вот разные подходы. Посмотрим, чья точка зрения будет более убедительной. У меня есть 9 минут, чтобы доказать, что я лучше, чтобы побить его и даже накурсировать. Ну что ж, что ты скажешь Левину? Да ничего я ему не скажу. Отвечает Сахак Парпарян, имея в виду, что самый лучший способ сказать это сделать. Артём Левин, Россия. 26 лет Артёму, вес 84,200, рост метр 90, 44 победы, 3 поражения. 24 года Парпаряну, вес 85 кило, рост метр 85, 40 побед, 8 поражений. Итак, в белых трусах Артём Левин, Россия. И в чёрных трусах Сахак Парпарян, Армения. Довольно открыт Артём. Работает стойка довольно-таки свободная. Посмотрим, насколько он естественно и легко будет работать в этой стойке. Но меняет правосторонний на левосторонний и пытается действительно переигрывать. При этом не следует забывать о защите, а вот как-то немножко распахивается Артём. И напротив Парпарян, словно в крепости, за высокими стенами, за крепкими воротами. Без локтей, напоминает рефери. И вот справа единственный, пожалуй, удар. Всё время, что провёл Парпарян. Ещё раз попадает Парпарян. И в его улыбке так и слышится. Ну вот так я и буду боксировать. Артём начинает, работает по туловищу. Довольно много апперкотов наносит. И при этом как-то открывается. Артём, действительно пытается. Играть, импровизировать. Парпарян уходит в глухую защиту. И проигрывает зрелищности, конечно же. Но он выбирает надёжность. И зевать в бою с Парпаряном не рекомендуется, поскольку ставку боксер из Армении делает на жёсткий и молниеносный боковой. И вот дважды он справа попадал и прицеливается. Напоминаю, это Милан. Турнир Глория 7. Вот его быстрое правое. Из глухой защиты она вылетает и попадает. Судьи отдают предпочтение Парпаряну. Судьи отдают предпочтение Парпаряну. Парпарян представляет клуб Майкс Джим. Кстати, если говорить о майках, то ждём появления интересных бойцов на российском ринге. Об этом чуть попозже я расскажу. Головой решил Артём боднуть. Но рефери его предупредил, что больше так не делай. Накажу. Быстрое колено у Артёма. Нужно почаще проверять защиту. Рискует, очень здорово рискует Артём. Подходит без удара. Пытается пробить по туловищу. При этом изрядно открывается. В типичной боксёрской манере Артём пытается пробиться сквозь защиту Парпаряна. Но, может быть, следовало бы поискать и попробовать. Чередуя атаки руками, быстрыми, неожиданными ударами в ногу. Затем попробовать по туловищу, коленом. Ну вот, примерно, это и пытается сейчас сделать Артём Левин. Он пробует. Словно услышал нас с вами. Пошёл на добивание, но сам оказался к этому не готов. Большая нагрузка, высокий темп. Второй раунд. Ну вот, хорошая двойка была. И мимо, мимо. Прозвучали некие ассоциации с Джимми Хендриксом. Действительно, бой чем-то напоминает рок-н-ролл. В пылу борьбы Артём нанес удар коленом по сопернику, который отвернулся. Опять головами бодаются соперники. Накажет рефери Артёма. Это было неумышленно, но нужно контролировать свои действия. Непростая задача достучаться до соперника, который не собирается выходить из глухой обороны. Предлагает Артём проверить, у кого крепче пресс. Ничего страшного не произошло. Подусталый Парпарян. У кого больше сил сейчас в концовке этого матча осталось, тот имеет больше шансов. Ну вот, редкий лоу-кик пробивает Артём. Бой продолжается. Ничего страшного не случилось. Но вот, пожалуй, участились входы в клинч. После неудачной атаки боксёры предпочитают не рисковать и уходят в клинч. Ну вот, сейчас уже времени не остаётся. Нужно дорабатывать и гонг. Звучит гонг. Поединок завершён. Конечно, жёлтая карточка изрядно подпортила ситуацию Артёму. Ну и я думаю, что по предыдущим раундам предпочтения судей были как-то на стороне Сахака Парпаряна. Артём искал, пробовал, был активен. Посмотрим, удалось ли убедить судей. Соперник-то он убедил. Ну что, ещё один раунд добавляют? Судей посчитали, что равный был результат. И добавлен дополнительный раунд. Ну что ж, это здорово. Согласие с правилами К-1 и турнира Глори. В переводе на русский уже означает «слава», если я ничего не путаю. Разрешены вот такие дополнительные раунды. Правая перчатка вот здесь разбинтовалась. Да и левая тоже уже... Уже секунданты посчитали, что бой окончен. И пластырь начали снимать. Но... Это не дело. Совершенно верное решение арбитра. Арбитра. Артём. Взывает к зрителям. Привет. Миланской публике. Уже посчитали поединок завершившимся. И начали разбинтовывать перчатки. Артём. Подышать, подышать. Подумать. И действовать быстро и убедительно. Артём. Туэль. А. Головой идет Артем и вновь рискует нарваться на желтой карточке. Одно предупреждение он уже получил. Ну вот левую всадил, так правую вдогонку. Установил дистанцию, установил контакт, как с инопланетянином. Так надо развивать. Парпарян, похоже, уже завершил поединок. И вновь очень редкими одиночными боковыми пытается ловить Артема. Но Артем, если рыба, то никак не пескарили карась. Он эдакий хищный судак. Жерех, зубастый жерех. Длиннорукий. Он может и хвостом зацепить, так что... Ну вот, дорабатывает. Но не нужно здесь никакого цирка, спектакля. Есть шанс вырвать победу. Три раунда вровень прошли боксеры. И сейчас реальная возможность доказать и судям, и миланской публике, на что ты годен, на что перестарался. Решил побороться не только с соперником, но и с гравитацией. Левин. Ну в этом слове есть какой-то намек на левитацию. Здорово в область печени. Артем всаживает слева. Ну еще разок. Еще дорабатывать. Чувствуется, что ему нравится. Хотя устал смертельно. Молодец. Вот порадовал. Посмотрим, что скажут судьи. Я помню Артема, когда он боксировал еще на Арбате. Когда был молодой Кайман. Молодой Маугли. Артем. Вот все это на наших с вами глазах происходило. Кстати, о московском ринге. Друзья, не забудьте, что 25 мая в Лужниках пройдет замечательный турнир. Шоу легенда. Бойцовское шоу легенда. А у нас победу одержал Артем Левин. Молодец, Артем. Молодец. Так вот, в Москве. Жабар Аскеров будет биться с Энрике Гагохи. Артур Кишенко с Юрием Бессмертным. И, конечно же, забиться Медов с Бадром Харри. Но гвоздь программы – это поединок Александра Емельяненко с Бобом Саппом. Тяжелый бой. Да вы знаете, я не могу так сказать. Первый раунд мог еще работать Сахака. Но дальше как-то он немножко сдал. И я думаю, что я все-таки постарался. И вы сами это все видели. Ты чувствуешь себя победителем? Ну, каждый раунд я прибавлял и прибавлял и как-то настраивал сам себя. И, в конце концов, четвертый раунд самый лучший получился у меня. Ну что ж, поздравляем и надеемся тебя увидеть еще раз в нашем бойцовском клубе. Спасибо, конечно же. В следующем турнире Глори обязательно. Удачи!